Он рассказывает три истории в одной о жизни со смертью. Русский фильм «Жить» стал лауреатом кинофестиваля «Go East» — фестиваль фильмов Центральной и Восточной Европы в Висбадене в 2012 году. Десять художественных фильмов и шесть документальных конкурируют, чтобы одержать победу, но и чтобы посодействовать обмену между немецкой и восточноевропейской культурой кинематографа. Награду за лучшую режиссуру в этом году получил болгарский режиссер Константин Баянов за фильм «Авы». Роуд-муви о двух подростках, которые сблизились, сбежав от своих семей. Оба приза Висбадене, лучший фильм и лучшая режиссерская работа наделены 10 и 7,5 тысячами евро. Призовые деньги не для свободного использования. Это необходимая финансовая поддержка, считает Александр Ваду. Продюсер из Берлина говорит об этом так. Все фильмы, или почти все фильмы, которые представлены в Висбадене, не могли бы быть сняты, спродюсированы или показаны без финансирования, как кинопроект или в рамках культурной поддержки. Александру Ваду повезло. Он был удостоен награды совместного производства за проект с румынским режиссером. Фонд Роберта Боша таким образом поддерживает совместные проекты между немецкими и восточноевропейскими деятелями сферы кино. Пепси рассказывает историю о маленьком Иштване, который посещает с матерью офицера службы секуритаты. В то время как она предлагает свое тело для получения бумаг на вьюист, мальчика успокаивают западным полем. Призовые деньги за художественную оригинальность, создающую культурное разнообразие, Министерство иностранных дел вручило казахскому фильму «Рай для мамы». Братья Амир и Серикбай живут в казахской провинции. Отец пропал. Мама Полина работает проституткой, чтобы поднять детей. Разделись, говорю! По нее! Для Увы Хай из Министерства иностранных дел фестиваль «Коуист» — важное событие. Мы хотим в первую очередь дать возможность деятелям кино со всего мира, в особенности молодым кинематографистам из развивающихся стран, общаться посредством участия в кинофестивалях в Германии и создать сеть с немецкими коллегами, иностранными режиссерами, а также продюсерами. Без финансовой поддержки это невозможно. И от этого зависит будущее фестиваля «Коуист» и многих других.